Здравствуйте дорогие друзья, начинается новая киберспортивная неделя и сегодня мы подводим итоги выходных, которые мягко сказать были просто жаркими в мире киберспорта. Одна тонкая игра звучала из уст многих геймеров и зрителей, это конечно же Counter-Strike Global Offensive, давайте посмотрим какие события прошли вокруг этой игры за выходные. Мир катится в бездну, людей заставляют играть в унылые игры и что самое унылое все ведутся, объясняя это безвыходностью. Игра с мизерным рейтингом не входящая даже в топ 10 игр стима хочет стать популярной. Вот такие слова можно было прочесть на странице в ВК у Арсения Треноженко, игрока команды Na'Vi, которые к слову до сих пор не перешли на CS GO. После этих слов мы видим, что игрокам Na'Vi игра не то что не по вкусу, она им противна. Но на странице Сени это сообщение вызвало бурную дискуссию и в адрес игры поступали разного рода сообщения. Игорь Сопов, комментатор проекта Киберарена ТВ высказал следующее. Тебя никто играть в нее не заставляет. К чему все это? Кирилл Карасев, игрок команды Virtus.pro CS GO состава, также выступил в адрес защиты новой версии Counter-Strike со словами «Сеня, поиграйте в игру сначала, поиграйте пару недель, чтобы немного привыкнуть к внешнему виду, и мнение твое поменяется, как меняется оно у всех буржуев». Дискуссия развернулась примерно в 50 комментариев, и как мне странно, то сторонников, которые поддерживают Сеню, собралось аж 554 человека. Но они поддерживали Арсения лишь лайками к сообщениям. Однако, как мы видим, то в защиту игры выступили небезызвестные люди. Пройдя дальше по теме CS GO, стоит обратить внимание на высказывания Алексея Колесникова. В своем недавнем интервью Лекс также призвал всех помочь игре выйти на новый уровень и попытаться дать ей шанс. Все где-то полгода тому назад дико плевались от игры. Я ее вообще видеть не мог, потому что когда я побегал 15 минут, я понял, что это вообще бардак. Это полный бардак. Это чисто казуальная игра, хуже Call of Duty, да, с кучей непонятных там вообще физических моментов. Ну, как бы просто казуайщина, да, где никакого хардкора вот киберспортивного даже не предвидится. А потом мы помним, жесткая активизация, непонятно, то ли из-за аудитории, то ли это была стратегия такая хитрая, да. Это сколько начали выпускать апдейтов, сколько начали работать над игрой. И сейчас видно, что над игрой работают. Пусть там не всем все нравится, но ее реально делают. А сейчас все просто, все осознали. Единственный шанс нам сохранить вот эту аудиторию и вот этот кайф потрясающий, да, командной игры, нашей любимой, Counter-Strike, это дать шанс CSGO. У нас нет других вариантов. Некоторое время игра CSGO, скажем так, вошла в тень обсуждений, и как таковой ажиотаж немного прошел. Если раньше все обращали внимание на статистику, на саму игру, то до этих выходных особой паники не было. Но это было затишьем перед бурей, и как только все получили возможность высказаться на эту тему, сразу повалились тонны сообщений. Как ни крути, но из известных команд в мире CS-сцены остались только ребята из NatuSlimcer, которые не перешли на CSGO. Очень хочется услышать заявление от ребят из Na'Vi, как обстоят дела с решением этой проблемы. Играть или не играть, вот в чем вопрос. Испортс Интертаймент Ассоциэйшн или ECE объявили о том, что в 13 сезоне по CSGO будут представлены команды со всего мира. Таким образом, ECE 13 сезон будет представлена как мировая лига, а не только как североамериканская. The Invite CSGO Division будет состоять из двух лиг – европейская и североамериканская. По 12 команд в каждой лиге. Четыре лучшие команды каждого региона разыграют между собой на лан-финале призовой фонд в размере 35 тысяч долларов, где победитель получит целых 17 тысяч. Для Евробил планируется Open Division по CSGO и CSGO. Регистрация на новый сезон открыта до 28 ноября. Первые игры должны начаться 2 декабря. В предыдущих выпусках мы сообщали, что организация ECE потихоньку наступает на Европу и станет потенциальным конкурентом крупной европейской лиги Intel Extreme Masters. Как мы видим, руководство дало отмашку на регистрацию команд в разных играх. Анонс несет в себе не только информацию о командах по CSGO, но и дает возможность участвовать игрокам по 1.6 версии. Однако по CS 1.6 информации не так много. Ждем более подробного расписания лиги и, конечно же, будем знакомиться со списком участников. Меньше недели остается до крупного киберспортивного ивента под названием Electronic Sports World Cup 2012. В его рамках пройдут турниры по Dota 2, FIFA 12, StarCraft 2, CSGO и еще по некоторым дисциплинам. Организаторы турнира предоставили список команд, которые имеют разный статус при посеве в группы. Пожалуй, наиболее известные сейчас в дисциплине CSGO не показались в корзине сеянных команд, впрочем, как и MoSports, FM и Sports Toxic. Также посеют и победителя французской квалификации, которая состоится за день до гранд-финала. Из уже существующих команд стоит отметить польскую пятерку, которая получила инвайт на турнир, но попали во второй список команд, более слабых по уровню. Для поляков, считаю, этот ход от организаторов не должен вызывать обиду, хотя последние результаты говорят, что польская дружина, польская звездная пятерка продолжает лидировать у себя в стране. Ребята выиграли крупный турнир по CSGO и смогли сохранить лидирующие позиции. Украинская команда Natus Vincere играет в финале с двумя заменами, все равно одолела своих соперников и таким образом стала новым чемпионом Госулик Season 4. Вместо хвоста и арст-арта зарожденных побеждать играли известные немцы Куроку и Блэк. Замены не помешали выиграть 2,5 тысячи долларов, вот такая сумма ушла на счет Na'Vi. Мы поздравляем украинскую пятерку с очередной победой и желаем ребятам не спускать темпов, так как впереди еще очень много крупных турниров. Организация H2K Gaming закрывает свой состав по CSGO в связи с финансовыми проблемами. Если проанализировать бывший состав команды, то это все были в прошлом отличные аэмеры в Counter-Strike 1.6. Ребята не смогли никак себя проявить, они месяц числились в организации и по сути нигде так и не засветились. Скорее всего они просто числились в ростере, но финансирования должного не было и соответственно не было заработной платы. Нет смысла держать команду, когда у организации есть финансовые проблемы, но возможно это была лишь только первая сторона медали. Команды с организацией решили миром разойтись. Этот состав за время своего существования сыграл примерно на одном или двух турнирах, а их в интернете очень и очень много. Причины неизвестны. С трудом верится, что H2K не нашли финансирования для ребят в CSGO. Больше смотрится версия, что парни решили просто попробовать свои силы и им это не понравилось. Правда опять скрыто и только время может дать полноценный ответ. Ну а это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!